Иначе, мементу море. Моментально. В море. Ясно? Сегодня у нас в гостях лицо стартующего чемпионата Европы по футболу среди девушек Александра Сокол. Саша, здравствуй. Здравствуйте. Саша, у меня к тебе такой вопрос. Я человек, который достаточно близко знаком с футболистами. Что ты в них находишь? Чем они отличаются от представителей других видов спорта? Хороший вопрос, Настя. Ты бы тоже могла на него ответить. Здесь все просто. Деньги. Нет. Тогда хоккеисты, нежели футболисты. Мне, наверное, по душе, как я раньше играла в футбол сама. И постоянно футбол сопровождает меня по жизни. И, естественно, меня интересуют футболисты. У меня муж футболисты. Поэтому я другие виды спорта в принципе не рассматривал. Саша, но копнем глубже. Говорят, что тебя, например, интересуют футболисты. А многие футболисты интересуют футболистки. Мы слышали об этом, что это вещь распространенная в частности в женских игровых видах спорта, а в футболе в особенности. Ну, на этот вопрос я тебе конкретно не отвечу, потому что здесь дело каждого. Я могу отвечать только за себя, а в нижнее белье других я никогда не лезу. И у меня, например, все нормально. Поэтому распространить ответ на всех других и сказать за кого-то я не могу. Ну, ты чувствуешь, что ты нравишься кому-то из футболистов? Ну, конечно. А как вообще, как бы, ну это, как к этому относиться надо, так, чтобы все было хорошо? Чтобы все было хорошо, к этому надо относиться с юмором, с улыбкой. Естественно, когда на тебя смотрит мужчина привлекательно, и тебе это нравится, и симпатизирует, и он тебе, и ты ему, ты реагируешь на это по-другому. А когда на тебя таким же взглядом начинает смотреть девушка, лично у меня сразу такое смущение, закомплексованность. Я думаю, куда мне быстрее убежать? Ну, как-то вот так. Ну, слушай, наоборот, самый, так сказать, весомый комплимент, если это говорит девушка и проявляет тебе внимание. Ну. Потому что мужчина, ну это банально. А вот когда девушка, мне кажется, это... Не знаю, может, я еще не даже слаб, пока меня это пугает. Ну, вот ты в одно... Я к этому пока не готова на данном этапе жизни, да. В одном из интервью ты говорила, что тебя даже ругали за то, что ты приходила с макияжем на тренировки. Ну, конечно, было такое в команде, и не только ругали, и были подздевки, говорили, ну, Поля, выйдешь, ноги сломаем. Ну, бойкотировали никак там как-то? Ну, не общаться нет, ну, не можешь не общаться, потому что футбол — это командная игра, понимаешь? Слушай, Настя, пусть лучше бойкотируют, чем ломают ноги в разделовке. Ну, да. Ну, то есть ты как, ты идешь и смываешь грим, потому что действительно какой-нибудь... Нет, просто это черта такая характера, силы твоей внутренней. Если тебя задевает, как они относятся, да, вот их слова, если вслушиваться, близко принимать к сердцу, то да, там, сто процентов ты быстро побежишь все смывать, оденешься по-спортивному, да, и все, и все у тебя будет хорошо. Тут выживает сильнейший, то есть меня это, наоборот, как-то ухмеляло, я говорила, ну, иди ты накрась или что, или тебе тушь дать. Ну, почему такое заострение внимания именно на этом? Ой, сейчас дождь пойдет, тушь потечет, в глаз попадет. Ну, для меня это было странно. Сашка, ну, извините, как у нас, но у мужиков все как бы разрешается, там, не знаю, с помощью кулаков, а у вас как? То есть тебе драться-то приходилось с такими девушками, которыми у меня тут находились? Это очень такое личное. На самом деле, в своей жизни я не дралась никогда, но я всегда попадала в передряги, и могу сказать, что если стартовая скорость у меня не была бы такой хорошей, то я бы отгребала сильнее, чем получала. Ну, судя по всему, такой суровый вид спорта. Суровый вид спорта, особенно если ты играешь с сильным соперником, и в момент игры, там, да, столкнешься с соперницей, и она сразу на тебя летит хуже, чем, ну, мужчина какой в бою, то, ну, все в команде знали, что я не та, которая могу поднять кулаки. Да, словесно я, конечно, вообще всех и каждого затыкала на раз-два, и судьи тоже. Вот, но на кулаках я никогда не применялась, за меня это делали мои, как это правильно? Товгай. Да, по команде. Социально обученные люди. Да, они сразу знали, что если Саша куда-то влезет, все бегут ко мне быстро, мне помогают, заместо меня все там решают, и все, я в стороне. Слушай, ну расскажи, а вот эта трансформация, как ты стала девочкой? Потому что, насколько я помню, в одном из интервью ты говорила, что 14 лет, когда ты ехала в Тороебус, и тебе обращались мальчик, пробей талончик, и, в общем, для тебя это, в общем-то, жутко злило. У тебя была короткая стрижка, ты поняла, что тебе надо быть там девушкой такой. Да, я тебя поняла. Ну, я бы не сказала, что меня это злило, я относилась к этому, ну, типа, ты что, не видишь, что я девушка? То есть ты вроде взрослый, разве ты там мужчина или женщина, и ты не можешь отличить мальчика от девочки? Ну, я к этому относилась с таким взглядом, как будто ты что, тупой? Ну, когда каждый день разные люди, тебе говорят то же самое, ты думаешь, погоди, что это такое, флешмоб? Начать с умневаться, да? Да, нет, на самом деле, я просто сама родом шабанов, повторюсь. У меня компания с детства, да, была в основном одних мальчиков, у меня только одна подружка была в детстве, это Машка с соседнего подъезда, и все, все остальные это были мальчики. Мальчики, пацаны, мы всегда играли в догонялки, лазили по крыше, по детским садам, и у меня был такой образ жизни, ну, спасибо моей маме, что она все это пережила и перетерпела, потому что я могла выйти на улицу, а прийти домой уже с гипсом на руке, то есть или с фингалом под глазом, или с какими ссадинами, ну, у меня было такое детство. И я, естественно, так как общалась в мужской компании, они все принимали меня как свой брат, ну, у меня и пошел такой стиль одежды, прическа, но все это длилось до переходного возраста, потому что потом, естественно, был такой возраст, когда начинали нравиться мальчики, которые не отвечали взаимностью, потому что, ну, как можно ответить взаимностью, когда ты похожа сама на мальчика, а еще, может, ты красивее, чем тот мальчик, который тебе нравится. Вот, были тоже истории, я приехала в лагерь летний отдыхать на три месяца, и, ну, у меня, естественно, в женский, это, палату. Все девочки, ну, я так смотрю, они просто не верили, что я девочка, они все в туалет ходили за мной. Настя, тупые девочки, как я не понимаю, в душе, и всегда у них какие-то были такие сомнения. Но потом, естественно, все это переросло в то, что я развеяла эти слухи, я стала отращивать волосы, краситься, одеваться, ходиться на каблуках, платьицах, и, наверное, сейчас явно никто мне не скажет, мальчик пробит талончик. Ну, и футбол ты все равно не бросила. Чем он тебя привлекал? Своей динамичностью, эмоциями, которыми я получала на поле. Выйдя на газон, это, наверное, поймет только вот спортсмен, неважно в каком виде спорта, хоккеисты на льду, футболисты на поле, ты ощущаешь вот этот адреналин, мурашки по коже, а если ты еще забиваешь, и весь стадион взрывается, ну, это нельзя просто так об этом говорить, это надо пережить, чтобы понимать мою душевную радость. Когда я даже вот вспоминаю те моменты, когда я играла, у меня сразу такая ностальгия, мне так хорошо. Сэн, ну, довольно быстро тебе подрезали крылья, то есть у тебя там уже такие травмы несопоставимы с продолжением спортивной карьеры. Во сколько лет ты закончила? В 19 лет, ну, я бы не сказала, что можно было продолжить, но для этого нужны были операции, широкие, большие шрамы на колене, для меня это было, ну, под сомнением. Если будем говорить честно и откровенно, белорусский именно женский футбол, он не так развит, как в других европейских странах, и у нас добиться чего-то, это, ну, почти невозможно, это надо отсюда уезжать. То есть я исходила из своих на тот момент сил и желаний продолжать и уезжать, либо пока мне судьба дает именно в 19 лет, начать что-то новое. И я выбрала второй вариант. Что было новое? Новое. Сразу, буквально через три месяца я поступила в национальную школу Кросты. Меня на это подтолкнула моя сестра родная, она старше меня на семь лет, и всю жизнь она была в модельном бизнесе, а я всю жизнь была в спорте. Вот, и она мне говорит, ты все равно сидишь. У меня всегда был график, две тренировки в день на выходных, игра один в выходной. Все четко по плану, я всегда знала, где во сколько и что я буду делать. А тут получается пуф и пустота. Поэтому она говорит, все равно сидишь, нечего делать, иди. Я уже там, даже не отучившись, меня пригласили на обложку журнала XXL. Для меня это было что-то новое, необычное. Я решила попробовать, и мне так понравилось, что я сейчас этим занимаюсь. Эмоции сопоставимы с теми эмоциями, которые ты испытывала на поле? Или что-то похожее? Наверное, тут единоличное внимание. Если ты снимаешься на обложку журнала или на какую-то рекламу, тут все смотрят на тебя одну. Футбол — это все же командная игра. И там одни эмоции, а тут ты где-то критику или наоборот симпатии воспринимаешь конкретно уже в свой адрес. Тут другие эмоции, нельзя их сопоставить. Хорошо, мы знаем эти эмоции. Было много конкурсов красоты, да? Насколько я знаю, ты успешно там выступала. Как назывались там всем континентам, что там? Ну, самое ближайшее — это я в прошлом году выиграла конкурс «Миссиями континентов». Он проходил в Бодруме на тот момент. И, честно сказать, я настолько была ошеломлена. Меня когда объявили, у меня была такая пауза, и все говорят, «Саша, иди». Я говорю, что я? Серьезно? Но не то, что я не верила в себя. Все равно на каждом конкурсе присутствует вот эта нотка где-то взятки, где-то нечестного судейства. И поэтому я участвую на подобных конкурсах ради, наверное, путешествия, ради знакомства. Потому что приезжают девочки из абсолютно разных стран мира. И мне интересно с ними познакомиться, пообщаться, в дальнейшем поддерживать дружбу, путешествия. Опять же, ни на одном, наверное, поездке туристической не отъездишь за такой короткий срок, как на конкурсе, столько экскурсий в городе, где ты находишься. То есть там возят по максимуму 6 утра там подъем и в 11 вечера отдых. Все это время постоянно в движении, в динамике. Сегодня одна экскурсия, завтра уже две экскурсии будет. Ну, мне это интересно. Естественно, когда выиграла, это не передать слезы. Я реву, все меня снимают, вот эти вспышки, а я... Ну, другие эмоции. Слушай, ну ты же мгновенно становишься популярным мужчиной, правильно? Там тоже, наверное, со всего мира съезжаете. Не знаю, как с этим бороться или не бороться. Бороться с мужским вниманием я не собираюсь. Мне это нравится. Чем больше мужского внимания, тем, мне кажется, я чувствую себя увереннее. Ну, даже без слов. И мне комфортно, когда мне уделяют мужчину внимание, потому что я себя чувствую, наверное, вот... Ну, это с детства, да. Мальчик пробит талончик, и тут уже девушка. Девушка пробит талончик. А что же чувствует интересно в эти минуты твой супруг? Не секрет для моего супруга, для моих родных, что я люблю мужское внимание. Но, естественно, это не переходит каких-то рамок и границ. Это все вот проявление там, ну, взглядов, наверное, мимики. Ну, ничего, не более. Потому что у меня есть супруг, он футболист. Он хорошо сложен телесно, и душевно у него все в порядке. И он очень разнообразный, и мне с ним абсолютно на любую тему комфортно разговаривать. Поэтому, ну, другие мужчины в плане близких отношений меня не интересуют. Наверное, поэтому я и вышла замуж, потому что, ну, я нашла тот комплекс всего, чего я хотела. Ну, я просто представляю, сколько за тобой ходило там стадион, я думаю, и ходит. Да, но все-таки вот этот комплекс, а может, что-то поконкретнее, вот какие-то плюсы его, то есть похвали. Что странно тебе бросило глаза. Да, почему вот именно он? Потому что выбор-то был велик. Ну, наверное, потому что именно он не знал обо мне ничего, и именно я о нем не знала ничего. Как бы это ни звучало глупо или там нелепо, я знаю очень много футболистов, меня знают очень много футболистов. Мы в сборной, когда я играла, были на одной базе со сборными, с мальчиками. И я всегда всех знала, ну, вот как-то наши пути, они никогда не пересекались. Когда вот мы с ним уже познакомились, начали общаться и рассматривали фотографии там мои футбольные, я говорю, я ходила вот на этот матч, он говорит, так вот я на поле. То есть, ну, были такие моменты, а я как-то, ну, вообще, для меня не существовало. Слушай, погоди, погоди, давай разберемся. Он, значит, бегал, увидел сто раз, как бы и не замечал. Где вот вы так сошлись, так, чтобы все совпало? Где звезды? Ну, все было, наверное, благодаря... Был доктор и врач, они работали на тот момент у него в клубе МТЗ Репо, когда существовал, и у нас в сборной женской. И вышел бигборд, женский футбол модно, приходи играть, и я на нем. Вот, и ему стало интересно, кто эта девушка, а на самом деле она играет в футбол, и доктор с массажистом говорят, да, так она в сборной выступает активно, все у нее хорошо, и все. Он говорит, дайте мне номер, как мне с ней познакомиться, как мне на нее выйти. Они сказали, ой, Макс, не лезь, там не до тебя. Там, ну, на самом деле я была в футболе, я не была там... А тебе было не до этого, согласен. Не было не до этого, у меня была вот моя любовь, это мой мячик, все, он мне там все заменял, и у меня не было времени на личные отношения. А спустя время я скинула в интернет фотографию, где я лежу на массажном столе, и мне именно этот массажист делает массаж, и он прокомментировал ее. Ну, вот честно сказать, я всегда читаю комментарии, смотрю, кто мне лайкает фотографии, я всегда это просматриваю, мне это очень приятно, и... Самое главное, необычно для девушек. Для меня это не составит труда ответить на сообщения. Ну, на самом деле, многие, когда я сейчас в жизни встречаю, говорят, ой, мы тебе, если напишем, ты даже не прочтешь. Нет, никогда так не думайте, я абсолютно простой человек, отношу себя к равным всем, и поэтому для меня нет проблем зайти, прочитать, ответить. Да, естественно, если там перегибают, уже другое общение идет. Вот. И только спустя полгода, когда я чистила и обновляла фотографии, я смотрю на эту фотографию, смотрю такой комментарий, и ни привета, ни ответа, ничего в ответ. А за какой комментарий? Ой, девушка, как вы хорошо лежите? Нет, Саша делает хорошо массаж, что-то там такое было. И я думаю, это же я, Саша, и массажист Саша. О ком Саша, он говорит. Я захожу к нему на страницу ВКонтакте, у него 286 друзей, из них 260 наших общих. Я думаю, боже мой, я его не знаю. Я добавляю его в друзья и не успеваю еще на свою страницу вернуться, мне уже посыпали сообщения от него. О, привет, как дела? И, наверное, он меня зацепил тем, что он... Эти полгода прилежно ждал. Сидел как бы в Фейсбуке и ждал, когда же ты его смотрел. Да, добавишь, когда ты добавишь. Не банально, просто он подкатил, так скажем. Не так, как многие. А как многие? Он вообще не стал говорить о моей внешности, о моих... Он говорил о вашем массажисте. Он говорил о футболе, он сразу перевел тему на наши общие интересы. И мне стало интересно общение именно с ним, потому что он не написал там, ну, привет, красавица, или что-то. Потому что, ну, как бы, таких сообщений на самом деле поступает неоднократно и в немаленьких количествах. И это приятно, но это банально. Вот. А тут он сделал такой жест, и мне сразу стало интересно. Он меня зацепил, и пошла вот эта переписка в каждую свободную минуту. В телефоне, на планшете, на ноутбуке. Все. А потом он написал, что они с командой выиграли и приедут в Минск праздновать. Праздновать. Да. И он приедет только, если я с ним здесь встречусь. Я говорю, то есть, если я не приду, ты не поедешь. Он говорит, нет. А он играл в Гродно. Он говорит, нет, я не поеду 4 часа просто потусить. Я дома посплю. Я говорю, ну, хорошо, нет проблем, приезжай. Я в этот вечер собралась, сиделась и пошла спокойно с подругами гулять, отдыхать, веселиться. И, ну, поглядывала на часы, примерно высчитывая 4 часа, сколько им там доехать с Гродно до Минска. Все. Когда подошло это время, я смотрю, уже почти 6 утра, и я думаю, блин, уже клубы сейчас все закроются. Они 100% где-то не там. Она ждала до 6 утра, следует отметить. На самом деле я не ждала. Я хорошо проводила время. В кругу подруг. Вот. И я приезжаю в клуб. И меня, помню, встречает Кирилл Вергеичек. Он приехал, они тоже выиграли с Шахтером какую-то игру и тоже приехали в этот клуб. Место встречи изменить нельзя. Один клуб. Но весь город. И я говорю, Кирилл, а там есть вот такой парень, я его лично не знаю, и как бы не знаю, как он, ну, где он, в чем он. Он говорит, так вон он стоит. Я говорю, ты можешь меня к нему подвезти, а то я как-то так неловко. Он говорит, да, конечно. А с Кирилл Вергеичком я училась бы ГУФК, и, ну, мы знакомы. И он меня подводит, говорит, Максим, это Саша. Саша, это Максим, я поехал домой. Все. Вот такое короткое знакомство было, и все. И Максим такой, я думал, ты не придешь, потому что 6 утра он понимал, что в Минске уже все закрывается. И вот буквально мы с ним пообщались, там, привет, как дела? Когда ехал, и к нам подходят ко всей компании, говорят, что клуб закрывается, до свидания. Я говорю, ну, как хорошо, что я в эти последние минуты успела в клуб зайти. Мы пошли на чай, кофе, они попили, и поехали все в Гродно. Вот такое короткое общение у нас было с Максимом в знакомстве. А зачем они вообще приезжали? Минске, я вот думаю. Я тоже думаю. Ну, я знаю цель своего мужа. Он приехал конкретно увидеть меня и со мной познакомиться лично. Ну, вот ты еще говорила, по-моему, что он много читает, да? Да, он очень много читает. Нетипично для футболиста, да? Очень толстые книги для меня. Это, я не знаю, я бы, наверное, за годы три не осилила. У меня терпение лопнуло. А вот ты что читаешь? Ну, может, что-нибудь потоньше? Ну, что-нибудь потоньше. Анну Каренину. Например, все ее там похождения. Вот я, кстати, ее тоже сейчас читаю. Скажи, ты бы смогла, как она, ради любви броситься? Ради любви я готова на все. На самом деле я ни в чем себя не ограничиваю. Да, у меня есть какие-то принципы, рамки, но я скажу так. Если мне хочется, если мне нравится, ну, зачем останавливаться? Чтобы я в старости лежала и говорила, блин, вот, если бы я сделала то, а если бы я сделала то... Если бы я не бросилась, я осталась бы жива. Зачем об этом думать, если можно там... Ну, что-нибудь такое, да. И, ну, естественно, все в разумных пределах. Поэтому ради любви однозначно я бы смогла на все пойти. По-моему, там все гораздо проще. Там была пиар-компания команды «Локомотив». За годи все было сделано. Но если мы заговорили уже о «Локомотиве», там, ты вообще интересуешься, не знаю, там, российским чемпионатом футбольным, белорусским? Ну, совсем недавно как раз я смотрела игру «Спартак-Локомотив». И, честно, я была удивлена, что «Спартак» так смог вырвать, не то что вырвать, а держать победу. 2-0, это хороший счет. И игра была очень динамичной. Я все же верила в «Локомотив», что они там справятся, вырвут победу. Там даже, когда второй гол забили, показывает Ольгу Бузову, она сидит такая, у нее уже все плохо. Я уже открываю Инстаграм и жду вот эту секундную, ну, как этот, пост, что, типа, впереди победа, сейчас, да, печалька. На самом деле так и было, не успела закончиться игра, уже был пост. Ну, ты как социально зависима, да? Ты провышаешь что-то время. Следишь за Бузовой? Ну, я подписана на нее, на него нет. Ну, как это? Не то, что социально зависима, просто я считаю, что в данное время, да, мы живем в таком времени, когда это игра и тебе на руку. То есть, если тебя нигде нету, ни в Инстаграме, ни в Фейсбук, ни в Контакте, ну, ни в одной соцсети, а тебя мало знают, ты можешь открыться и раскрыться с помощью социальных сетей. У меня очень много работы предлагают именно из-за того, что заходят на мою страницу, видят, кто я, что я себе представляю, где я участвовала, и предлагают там те же модельные съемки. На тот же конкурс меня пригласили, выйдя вот именно международного класса директор Ашот Сергеевич Хачатриан Армянин. Он вышел на меня именно из соцсетей, и благодаря этому, благодаря соцсетям я поездила уже по конкурсам, я не знаю, там, сколько их, пересчитать даже уже нельзя. И я считаю, это нормально. Сань, давай вернемся к Бузовой, которая рассуждает примерно точно так же, что без социальной сети жить нельзя. И они как-то придумали такой трюк со своим супругом Тарасом, что после матча Локомотива в Турции он снял майку и оказался в майке с Владимиром Путиным. У надписи «Самый вежливый президент», и об этом писали все, по-моему, вся Европа. И потом она пришла тоже куда-то с такой же майкой, чтобы его поддержать. Да, то есть я не знаю, кого как бы из двоих, но обоих, видимо. Как-то к этому относится поступка. Как вам сказать, кто кричит о очень большой любви, да, обширной вот на публику, мне кажется, там мало этой любви, ну, как бы, может быть, нет, не так, может, я ошибаюсь, но это лично мое мнение, что человек, у которого все хорошо, он не будет вот бросаться этим. То есть, ну, да, можно пару фотографий, там, что вы проводите время вместе, что у тебя есть или у меня есть, да, там, девушка, парень, ну, муж в данный момент. А так вот кричать буквально через каждый пост, что мы с любимым там, мы с любимым там, мы с любимым там. Сейчас вышел сериал «Бедные люди» с ее участием, она в главной роли снимается. И вот я смотрю этот сериал, и там даже в сериале муж на сборах, муж там, муж там, а по инстаграму она везде с ним, то есть, ну, в фильме она играет очень печальную жену футболиста, а в жизни она кричит на весь фейсбук, ну, на весь, на все соцсети, что она такая. Ну, мы немножко спрашивали о другой любви, не друг другу, а к третьей персоне, которая присутствует в их, так сказать, тандеме. Про майку с изображением. Ну, да, такой патриотизм был, то есть, причем после матча проигранного локомотивом, прямо скажем, не лучшее время, мне кажется, выбрал, но если договорились, он решил уже идти до конца. Я не знаю, что их сподвигло на этот подвиг, но почему бы и нет поддержать своего президента в тот период, сделать такой, я думаю, что Владимир Путин обратил на это внимание, ему было это приятно. Ну, а вы с мужем смогли бы так поддержать, например, нашего президента? Нашего, конечно. Я бы смогла, не важно. Кстати, вот насчет этого была такая интересная история. Совсем недавно я была в Армении, первый раз в Ереване. Там проходил конкурс, даже не конкурс, а просто собрали всех победительниц, в каком году кто они выиграли, там, мисс Глоб, мисс то, то, то. И вот. И у нас был такой шикарный прием, что у каждой девушки была своя машина с личным водителем, который возил ее по городу, у нас был парад или куда-то, например, мне надо. Я выходила и знала, что вот моя машина, вот мой водитель, он меня повозит, если мне там надо в магазин или еще куда-то, и все будет хорошо. И когда мне дали машину, я сажусь, и, ну, я вежливый человек, я сразу знакомлюсь с водителем. Здравствуйте, я, Саша, там, с Беларуси, вот, он мне поворачивается-то говорит, а меня зовут Лукаш. И это, в этот момент меня это так улыбнуло, получается, Лукашенко и Александра. Ну, Александр, да, по сути, я говорю, а где Гриша? Какой Гриша, подумали? Коля? Коля. Да, да, Коля. Где же Коля? Ну, а ты следишь за белорусским чемпионатом? Да, за белорусским чемпионатом я слежу. Наверное, знаешь, у нас такой белорусский, наш белорусский Лестер, можно так его назвать. Кромкачи? Да. Какое ты видишь будущее этой команды? Ну, будущее, нельзя никогда забегать на будущее. Футбол особенно, это такая непредсказуемая игра, можно сегодня проиграть, а завтра выиграть БТ. То есть, ну, здесь нельзя так предсказывать. Очевидно, что эта команда более активна в продвижении себя, нежели другие. Они очень громко о себе заявили той же формой, той же надписью, то есть нестандартная надпись, у них там другой шрифт, они все вот такие. И, конечно, если они так заявили, они должны эту ремарку держать. А тут, получается, они так заявили, и у них там, ну, проигрыш был. Ну, они в любом случае пошатнули массой. Да, конечно, естественно, это привлечение прессы, всего, ажиотаж болельщиков, обсуждение, это им в плюс. Они заявили о себе, о них говорят, даже мы сейчас о них говорим. Ну, мы же не разговариваем о каком нафтане, граните, да, там, даже БТ из Динамо пока не затронули. То, что все достаточно скучно ровно. Все скучно, все ровно, а тут массу был всплеск. Вброс такой. Да. Ну, хорошо, а кто для тебя самый лучший белорусский футболист? Максим Витас. Ну, если подумай, да. Подумай. Максим Витас, мой муж. Ну, я, Александр Глеб, это наш, так скажем, фаворит белорусского футбола. Спасибо, приятно. А что надо сделать Максиму, чтобы вырасти в игрока такого класса, как Александр? Я не хочу, чтобы он вырос в игрока такого класса, я хочу, чтобы он был выше этого. Поэтому тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Выше чего? Слушай, ну, Сань побежал в Лиге Чемпионов, то есть, как бы, там, играл в Барселоне, в Барселане. Ну, никогда нет предела совершенно. В Крумкачи попасть, или что? Ну, даже можно попасть в Крумкачи и быть, там, лучшим лидером. Я не знаю, как это объяснить, но для меня он в своих моментах лидер. Он молодец, что выбивается, пробивается, несмотря на то, что он не вызван в сборную национальную уже столько лет. На самом деле, для меня это удивление. Хотя я сама играла, я знаю, какие там проводятся ремарки и как туда попасть. Какие там проводятся ремарки и как туда попасть? А почему? Ну, есть, например, да, вот, лично в женском футболе, я могу говорить только за него, я там побывала. Есть список основных игроков, есть расширенные списки, как это мы называем. Но у нас серьезно, чтобы попасть в расширенного списка, я не знаю. Ну, там столько нюансов, это либо кто-то должен сломаться и вылететь, либо расширенный список, например, ты должен куда-то его продать. И вот на этом уровне можно обратиться к тренеру сборной и сказать, что нам надо вызов в сборную, чтобы там удачно совершился трансфер. И тогда, возможно, да, там попадешь в число вызванных. Уверен, в нашем футболе такие пагубные явления существуют. Конечно. Тем не менее, ты имеешь возможность обратиться к Александру Николаевичу Хацкевичу? Да, пожалуйста. Со своей ремаркой. Дайте шанс Максиму Витасу. Я думаю, что у него все получится. Ну, я уверена. Александр Николаевич посмотрел хмуро в экран, сказал, надо играть, завоевать право довериям и не обращениям. Нет, просто, конечно, не в упреке ему, но он очень громко заявил о том, что вызовет и того же Никиту Корзуна, и Максима, что Никита подписал. А потом дает опровержение после того, как не вызвал, что одному мало выходить в основе, надо играть. О чем ты говоришь? Если он выходит в основе каждую игру, значит, ну, он играет. Ну, тренер на него полагается. Если бы он не играл, он бы не выходил в основе каждую игру. Ты сейчас в Максиме, да? Можно было это как-то по-другому выразить, нежели он так заявил конкретно. Ну, ты молодец, что не вставишь удивляться каким-то вещам. А есть вещи, которые тебя не удивляют? Вот можешь ли ты дать какой-то прогноз, уже зная о том, что ты, скорее всего, попадешь в яблоко? Там вот на тот же белорусский чемпионат, итоги белорусского чемпионата, я не знаю, там, может быть, на грядущий, опять-таки, будем ближе. Чемпионат Европы среди девушек, мы о нем как-то забыли, да. Ну, на самом деле, девочки у нас в Беларуси, у 17, они вообще еще маленькие, я с ними виделась, мы общались. Им я желаю, наверное, ну, несмотря на результаты, будем говорить откровенно, да, даже несмотря на столько, сколько они могут пропустить, чтобы они выходили, получали удовольствие и играли. Мы уже тогда предвкушаем. Ну, потому, ну, я говорю очевидные факты, но все это знают, но почему-то об этом никто не говорит. Нет, давайте исходить из фактов. Если вы хотите, чтобы женская сборная была на уровне, так, соответственно, относитесь к ней на уровне. А пока наш женский футбол только начинает принимать какие-то обороты. Иначе, момент у море. Моментально. У моря. Ясно? Да, 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 да